МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадиокомпании Гомелю, студии працу Александр Гамоля. Глядите вы к этому выпуску. Знак повахи оборонцам нашей родимой. Сегодня у Гомеля у Раджиста открыли памятный камень воинам-пограничникам. Отпочинок увезца и перспективы развития агроэкотуризма обмерковывают в регионе. Сила у Немочи у Гомелей произошла творчая встреча с поэтом Сергеем Сапоненко. И он приехал рассказать, что хвороба ни перешкода ни семейному счастью, ни творчей реализации. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко пропонуя Курской в области России активизацию взаимодействия у промысловости, сельской господарции и будовництвия. Об этом керавник державы заявил сегодня на встрече с губернатором этого российского региона Александром Михайловым. В якости одного из перспективных направок супрацовництва керавника державы назвал оснащение Михайловского горнообогащального комбината по сдобычу и обогащению железной руды белорусской карьерной техникой БелАЗ. Александр Лукашенко личит мытозгодным так само обмерковать перспективы супрацовництва по поставках элитных населения и минеральных удобрений и пропрацовать варианты поширения промысловых коопераций. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля открыли памятный камень воинам-пограничникам. Все работы проведены за кошт доброохотных охверований у военнослужащих гомельской пограничной группы и ветеранов службы. На урожистостях побывал Олег Синтеров. Коли мерковать по историчных границах, першие пограничники на территории сучастной Беларуси заявились еще в девятом ста годе. Правда, границы у тебя в першнем разумении тогда не было. Межа проходила, звучайно, по рыках, болотах и узвышах. Да и сами заставы тогда назывались иначе сторожими, и у некоторых в упадках вартами. Новая история белорусской пограничной службы распочалась в 1918-м. Это был вельминскладанный период, об яким сучастные пограничники ведаются только по книгах и кинофильмах. Даю обещание перед революционным сумлением, годностью без страха их истанию, взмогаться за великую справу, якой отдали свое житие, лепшие дети рабочие и селянские молодые, за справу перемоги советской влады. Это одна спеших клятву у тех, кто выходил на охову державной границы. Сейчас им умовы заменялись, а лезо оставалось оголовное, отданность своей справе не глядящей на все тяжкости. Были простейшие такие, значит, системы, которые, значит, ну, можно сказать, преодолевались нарушителям государственной границы. Вот, ну, бывали случаи задерживали. Поэтому, в том числе и я участвовал в этом деле. Но это было давно, 70-80-е годы. Ну, а в 90-е я уже служил в цивилизованном, так сказать, мире. Это в Киеве, в Москве, в Симферополе последние годы. Это я формировал Гомельский пограничный отряд. Гомельский пограничный отряд, вороны 20-х до утаму, у 21-31-го снежня 1997-го, и он приступил до оховы державной границы Беларуси с Украины, открытье памятного камня не только до не на поваге и историчным сторонкам. До этого часа у Гомеля не было ни одного помника, присвеченного воинам-пограничникам. На знаку символы службы «Сокол и Назиральная вышка», а так само «Воявы пограничников розных часов» это еще один символ совести поколений. И тут же надпись «Есть граница, есть держава». У тесном взаимодействии с органами местовой влады и населением програничных районов воины в зеленых фуражках притягивают оховы Беларуси. Очень хорошо здесь помогает местное население в охране государственной границы, потому что большинство задержаний, они именно по информации от местного населения, а зачастую местные жители сами задерживают нарушителей законодательства. Личный состав Гомельской пограничной группы занимает достойное место в системе органов правительственной службы. За текущий год Гомельской пограничной группы задержано 80 нарушителей государственной границы, больше тысячи нарушителей законодательства Республики Беларуси государственной границы и правовом положении иностранных граждан на территории Республики Беларусь. В 170 случаях задержано товарно-материальных ценностей на сумму более 200 тысяч белорусских рублей. Олег Синтеров, Валерий Копанько, Тедя, Раду, компания «Комбель». Приемная Белая Руси протягивает свою работу. В ближайшие дни тут можно будет отрымать консультации специалистов в Галине социальной обороны и процелоткования, а так само по земельных питаниях. Завтра гамильчане смогут особисто звернуться до начальника городского управления по праце, занятостей и социальной обороне Александра Ключинского. Прием пройдет с 17 до 19 годин у будинку областного громадско-культурного центра на Ланге-17, кабинет номер 305. Необходно попередне записаться по номеру телефона 70-43-00. В Семагаснежне тут же прием по особистых питаниях проведет начальник землеупродковальной службы Гомельского обл.в. Канкама Александр Матарас. Сфера компетенции – контроль охова и рационального выкористания земель региона. Развитие в Гомельской области агроэкотуризма меркуют на местах. Рабочая группа обл.в. Канкама наведывая с выездными посадениями все районы в области. Да, в делу запрошено широкое коло особ от владельников агросядибов и представников турфирм, даже дающих працалотковаться або распочать свою справу. На передании сучасность и будущую агроэкотуризму обмерковывали у Мазыры. Наши коллеги с подробностями. Перспективы развития рынка туристичных послуха, так самым агроэкотуризму, обмерковали у Мазыры удельники рабочей группы обл.в. Канкама. На встречу запросили владельников районных агросядибов, старшиня у селесоветов и потенциальных инвесторов. С каждым годом индустрия гостиности на полесе пошарается. Мясовые краевиды, богатая историческая спадщина и добрая инфраструктура. Усё гэту в сукупности повинна спроять развитию туристичной глины. У Мазырщины, означают удельники рабочей группы, вельмый высокий потенциал. Планомерно развивается, есть показательные агроусадьбы, тот же Сампанский сад и многие-многие другие, которые сегодня могут достойно и очень хорошо представляться не только в Мазырске районе, но и в Гомельской области. И еще одно питание, что обмерковывает нас у встречи указ президента номер 365 об развитии агроэкотуризма, который уступит усилу на начале 2018 года. Документам нагадаем, замоцовано право объекта у агроэкотуризма оказывает широкий широкий додатковых послуг, у тим лику проводить презентации юбилея и банкеты. Продуглежен и широкий инших мер, как уладальники садзиб отримали новый стимул для развития своего бизнеса. Катярына Юрченко, Светлана Груцковья, Часлав Перасыпкин, телеканал Мазыр. Специально для телерадио компании Гомель. Узровень захворывания на вострые респираторные инфекции в Беларуси нижайший за минулогодние – мально 4%. Выпадка у гриппу по куль не зафиксована. Такая информация размешана на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Среди тех, кто захворил на респираторные вирусные инфекции – 72% – дети. Захворывание обумовлено негриппозными вирусами. Становочих выника в лабораторной идентификации вируса гриппу не означается. Массовая кампания по вакцинации супрать гриппу в Беларуси завершилась. Профилактичные пришепки отримали больше за 3,5 миллиона человек. На хворобе нема часу худка новогодние святы. Учим сустракать Новый год. Сегодня меркуют удельники проекта «Добрый вечер, Гомель». У прямым эфиры дизайнер, модельер, психолог, диетолог и флорист складывают спис самых важных справ на снежень, допомогут подобрать правильную диету и створить в образ для кооперативной вечерины. Долучайтесь до разговора по телефону 34-22-43. Сила у Немачи. Поэтичный сборник под такой назвой презентовали у Гомельской центральной библиотецы имя Герцена. Ее автор живы доказ думки, закладенный у заголовку. Сергей Сапоненко не может взять у руки ни лист паперы, ни ручку, ни какой-нибудь инший предмет. Усю же все прикованы до инвалидного кресла. Оленя, глядяши на обмежаванная физичная макшимость, ен досягнул поспехов в мастадстве. С допомогой палочки, замацаванной на головном обруче, ен научился набирать текст на компьютеры, а позднее писать верши. Ен – автор девяти поэтичных сборников. На его верши написаны сотни песен, а книги выдаются в разных краинах света. А кроме того, на суперок природженной хворобе, дитячому церебральному пролишу, ен сдолил знайсти семейное счастье. Десять годов тому познайомился с будущей женкой. Зараз у их растет дачка. Семья живе у Калифорнии, однако, застается верная родиме. Свой девятый сборник, верша у Сергей, выросшел презентовать уродным городе особиста. На сустречу зим пройшли читачи, коллеги и близкие сябры. Дарайший сборник «Сила у Немаши» был выдаден именовито у Гомеле. Амаль на 60 сторонках – творы, у которых закладены ауторский пошук, сенсы и каштовности життя, любовь и надеи на счастье. Я хочу подарить людям надежду на радость и на счастье, чтобы люди видели, что в любой ситуации есть выход. Я никого не хочу учить, но я просто делюсь тем, что было в моей жизни. Это впечатляет, поверьте. Дарайший за всем медауна Сергей Сапоненко стал створальником Международного доброчинного фонду под назвой «Сила у Немаши», який оказывает допомогу хворым детям. Одночасово до выдания рыхтуется наступный сборник поэзии «Юнобаший свет» в наступном годе. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее в эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорта познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова